В течение года наши съёмочные группы следили за дискуссионными площадками научно-образовательного центра, на которых шли обсуждения ключевых идей. Одно из направлений — биотехнологии. Пример — управление развитием растений с помощью света, агробиофотоника. Отрасль должна помочь сельхозпроизводителям повысить урожайность и качество культур закрытого грунта. Разработка — инновационные светильники. Проектом заинтересовался бизнес. В прошлом году сразу несколько крупных его представителей активно включились в работу НОЦ. В их числе группа компаний «Эвка» со своим инновационным центром, который занимается исследованиями в областях от медицины до селекционной генетики. Планируют создавать карман нового поколения, а группа компаний «Агробелогорье» совместно с НИУ БелГУ работают над выведением новой породы свиней. Цель — полностью уйти от импорта генетического материала, сделать Белгородскую область первым регионом России, где есть собственная племенная генетика. Это приборы, которые расшифровывают молебул ДНК. С помощью этих приборов, собственно, идёт вся операция по рассчитыванию генов и так далее. Полпреды президентов ЦФО Игоря Щеголева представили пул проектов, которые уже сегодня в работе. В частности, Белгородский завод «Премиксов номер один» курирует работу над производством кормовых добавок, например, незаменимой аминокислоты. Мы её планируем производить в больших количествах для импортозамещения совместно с Институтом ростной генетики. Одним из важных направлений НОЦА должна стать работа с заболеваниями животных, например, лейкозом крупного рогатого скота. Это должно уменьшить использование антибиотиков, а значит, повысить качество продукции. Ещё одно важное направление в работе НОЦА — рациональная природа пользования. Здесь имеет значение переработка отходов, например, гипсосодержащих. У НОЦА уже есть партнёр, который перерабатывает вторсырьё в строительные материалы и минеральные удобрения. Мы поставили цель получить с каждой тонны таких отходов 40 долларов прибыли, создали установку в Белгороде. И наша задача сейчас — переложить этот опыт на другие регионы страны и другие страны. Ещё одна задача Белгородского научно-образовательного центра — помочь сельскому хозяйству стать на цифровые рельсы. Цифровизация отрасли должна идти комплексно. Это шестое направление — взаимопроникающее. Мониторинг земель, сельскохозяйственная робототехника и технологии больших данных. В целом региональный проект НОЦА и его результаты встретили положительную оценку полномочного представителя президента. Области стоит поработать над донесением тех результатов, которые уже достигнуты в рамках этого проекта до широкой общественности и до руководства наших министерств и ведомств. Результаты уже есть, хотя проект совсем новый. И, конечно же, он заслуживает того, чтобы его поддерживало дальнейшее и руководство области, и наше федеральное ведомство. Постараемся с нашей позиции эту точку зрения донести. Гарант успеха не только в заинтересованности бизнеса, в коммерческом успехе научных разработок, но и в подготовке кадров. В рамках НОЦА будут меняться образовательные программы. Будет осуществлена модернизация существующих программ высшего образования в соответствии с задачами деятельности НОЦ. Запланировано создание Международского центра молодежно-эмоционального творчества с двумя направлениями. Это мехатроника, машиностроение и агробиотехнологии. Открытие диссертационных советов на базе, кстати, Белголуби. Это специальности биологические ресурсы и экология. Запуск магистрских программ, открытие Международского студенческого проектного акселерата. Начальник департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Ольга Павлова отметила, что сегодня среднедушевое производство продукции сельского хозяйства Белгородской области в 4,5 раза опережает общероссийский показатель. Поэтому закономерно, что для регионального АПК на первый план выходят задачи не столько по количественному, сколько по качественному наполнению отрасли. Екатерина Ковалёва, Евгений Титов. Программа «Такой день» на мире Белогурья.